В областном отделении интенсивной терапии для новорожденных Кира Кулешова находится со второй недели жизни. Малышке исполнилось два месяца. Во время появления на свет девочки нанесли родовую травму в области шейного отдела позвоночника. Это привело к нарушению работы мозга. Ребенка мочают судороги. На состояние Киры повлиял и не вовремя поставленный диагноз, сетует папа малышки. В северной больнице нам не сказали, что есть такой вот момент спинномозговая травма. Они лечили, не знаю, какие методы лечения были. С такой выпиской выписывают детей домой. Они написали, что есть какие-то отклонения небольшие. О том, что нынешнее состояние ребенка, последствия родовой травмы, узнали лишь в детской областной больнице, рассказывают родители. Сегодня видеть дочь Лариса и Иван могут пять минут в день. Столько времени можно находиться в реанимации для новорожденных. Ежедневное лечение обходится в 500 гривен. В течение 14 часов малышки ставят капельницы. Последнее время длительность процедуры пришлось сократить, рассказывает мама девочки. Постоянно мой ребенок под капельницей. С 10 утра до часу, до полвторого ночи моего ребенка капает. Постоянно капает. На данный момент ее, может быть, чуть-чуть поменьше часов капает, потому что у ребенка уже все венки попрятались. Сейчас капельницу нам ставят головочку. Единственный шанс на спасение – лечение стволовыми клетками, считают родители Киры. Однако в Украине этот метод мало практикуют. Большего опыта в этой методике достигли Израиль и Германия. В зарубежных клиниках лечение малышки будет стоить десятки тысяч долларов. У молодых родителей сегодня таких денег нет. Будет полностью лечение, все стоит около 50 тысяч долларов. Сейчас мы пытаемся собрать эти деньги по своим знакомым, через средства массовой информации, через сайт, у нас есть свой сайт, через все способы, которые мы можем, мы хотим спасти нашего ребенка от инвалидности. Те же, кто хочет помочь Кире быть здоровым, могут перечислить деньги на расчетный счет, либо связаться с папой малышки по телефону. Вот реквизиты, на которые можно перечислить деньги. Расчетный счет 29-24-48-25-50-91-00. Карточный 55-77-21-27-04-35-23-53 в Приватбанке. На имя Кулешова Ларисы Игоревны. Телефон папы Киры Ивана 050-198-20-22. За последние пять лет это первый случай родового травматизма, приведший к подобным последствиям, рассказывают в больнице. В результате сложных родов возникло оснажление трудного ведения плечиков. Такой родовой травматизм встречается крайне редко. Родители девочки настаивают на лечении ребенка стволовыми клетками. В настоящее время в клинических протоколах Министерства охраны здоровья Украины лечения новорожденных данного метода нет. Городское управление охраны здоровья обратилось в областное управление по настоянию родителей с просьбой помочь решить вопрос о дальнейшем пребывании девочки в лечебном учреждении и методах ее лечения. Макеевское управление здравоохранения провело служебное расследование. Врачу, принимавшему роды, был объявлен выговор. По факту случившегося Иван Кулешов уже подал заявление в прокуратуру. Урны для сбора средств на лечение Киры появились в Макеевском экономико-гуманитарном институте. Деньги на банковский счет родителей приходят со всей Макеевки. Средства также поступили из Донецка, Николаева, Харькова, Одессы. Помощь оказали и несколько российских городов. Светлана Киктьева, Евгений Красюков, Кирилл Иванов, Панорама.